всем привет доброе утро я сейчас стою в подъезде с чемоданами вон мои два чемодана вот и я жду диму которая сейчас должен подъехать на машине сейчас мы едем к такану забираем его едем в аэропорт кстати оставим машину атакана берем такси едем в аэропорт и все и через полтора часа мы дома мы увидим родителей и увидим только моих родителей дима на родители в испании но я надеюсь и туда мы доберемся скоро вот и увидим их не могу дождаться уже мы добрались в аэропорт с нами еще атакан его рейсы на полчаса позже чем наш и поэтому мы приехали все вместе и сейчас вот 10.30 у нас посадка в 11.10 начинается у нас еще и 40 минут чтобы погулять но гулять здесь особо негде поэтому мы наверное будем сидеть и болтать кстати мы хорошо удачно прошли контроль достаточно быстро вот но хотя там было много людей из-за того что там было много людей работники были достаточно злые мне сказали снять мои часы несколько ну они не пикают это нормально я могу пройти в них и мне сказали вот так ну ладно я все равно прошла в часах мы только что садились автобус чтобы проехать два метра к самолету смотрите вот там мы должны были выйти вот а мы сели в автобус и проехали вот так по кругу чтобы припарковаться вот здесь Катя где логика? не знаю она не здесь точно не здесь она в автобусе где мы? мы дома дома приятно ждем свой багаж выйдем встретимся с родителями да даже не странно то что мы прилетели всего лишь на 6 часов у нас здесь пересадка но все равно дома это всегда приятно даже на час даже на 10 минут да побежали все мы в Киеве мама скажи привет я в Киеве в общем мы такие голодные такие голодные сейчас пойдем покушать в узбекский ресторан вот и он находится где-то здесь на Бозняках мы далеко от Борисполя не отъехали потому что мы бы даже не успели у нас 6 часов пересадка да и мы без навигатора и по сути это 3 часа потому что мы не знаем куда мы идем да и мы сейчас без интернета без ничего в общем как туристы здесь в Киеве вкусно а не странно то что это узбекская кухня но она то в Киеве находится смотрите что мы заказали мы заказали кебаб мы заказали лаваш с улугуней потом мы заказали лепешку лепешка да хумус овощи гриль что еще и вино а я прям сегодня поняла что я очень люблю хумус очень вкусно очень привет привет может вы подумаете что мы сошли с ума но мы купили в Париж киевский торт да ну блин ну что нам еще можно привезти с Киева в Париж киевский торт все мы уже в аэропорту Борисполь мы уже прошли все контроли мы уже в зоне duty free так быстро время прилетело просто нереально мы кого-то прилетели покушали и улетели мы так налетались вот и быстро разговаривали с родителями так у нас все хорошо мы сейчас едем в Париж мы приедем да все хорошо она там да но хорошо что мы когда едем назад у нас будет целый день поэтому разговаривать можно будет чуть-чуть медленнее но все равно быстро да вот а сейчас кстати мы забыли вам показать мы еще в Рижском аэропорту купили значок на демон рюкзак нашу коллекцию да и мы сейчас сейчас мы вам покажем латышский да а еще хотим сейчас здесь купить украинский а сейчас у нас у меня есть вот такой в общем ждали посадку на наш рейс сидели никого не трогали да и диктор по громкоговорителю сообщил что где-то в здании аэропорта случился пожар и поэтому всем нужно спуститься на первый этаж поэтому мы все стоим на первом этаже не знаем что происходит у нас уже скоро посадка у нас уже как пять минут посадка идет да 50 начиналось в общем оказалось что все в порядке и мы сейчас садимся на наш самолет да как это как говорят что автоматическая система что сработала вот слушайте да сказали что что в аэропорту просто сработала противопожарная система без причины будем в париже и нас не в париже и нас Сразу ждал прикол. Прикол подобрался незаметно. Мы вышли с аэропорта, мы прошли паспортный контроль и сразу же попали к выходу. Но мы вышли, просто увидели Джордана. А потом мы вышли и понимаем, что, блин, а мы же пропустили, где багаж-то забирать. Мы его вообще не увидели, а он, оказывается, был там немножечко левее, то есть его очень сложно было заметить, нужно было его искать. И мы вышли без багажа. И Джордан такой, а где багаж? Мы такой, мы такие, типа, это должен будет где-то здесь. Он такой, да не, типа, вы же прикалываетесь. Он такой, да вы прикалываетесь, вы же без багажа. Мы такие, нет, чувак, у нас две сумки. Вон, кстати, одна из-на, сумка. И вообще мы подошли к информационной стойке и нас запустили назад. В общем, все в порядке, все нормально. Просто мы так тупанули. Мы уже добрались, все в порядке. Завтра мы расскажем подробности того, как мы добирались. Пока что все уже заснули. И мы сейчас будем ложиться спать, поэтому пока что пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok